Ребят, всем большой привет! Меня зовут Фил, канал Честный Блог. Я сидел, ждал, когда мне прилетит новый флагман Xiaomi Mi 10. А вместо этого мне прилетает вот такая коробка на 8 с лишним килограммов. И если я ждал флагманский смартфон, то это, считайте, флагманский ручной пылесос от компании Xiaomi. Это самый мощный пылесос от компании Xiaomi. То есть он настолько мощно всасан, что даже и убивает клещей, которые находятся у нас дома, в нашей квартире, в наших паласах. Вообще ни в коем случае сейчас не открывайте в YouTube видосы про клещей. Это выглядит крайне страшно. А так как Xiaomi это топчик за свои деньги, получается, что он сосет круче всех. То есть если вдруг ваша супруга подает вам такой пылесос... Ладно, шутки в сторону. На самом деле, я им попользовался, дом распаковал, попылесосил. Там же есть разные сценарии. Хочешь пылесось пол, хочешь пылесось потолок, хочешь возьми часть пылесоса и сходи с ним попылесосить у себя в машине. А потом я все это дело запаковал для того, чтобы вам показать. И так как впереди у нас 8 марта, куча праздников. А прямо сейчас этот пылесос можно купить со скидкой в 27%. То есть так он стоит 17, а так он стоит порядка 14 тысяч рублей. Кстати, доставка вроде как в течение 5 дней. Ну чем не вариант там подарка, не знаю, маме или бабушке или еще кому-то. И внизу в описании будет ссылка для того, чтобы купить телефон со скидкой. Ну а пока давайте я вам расскажу, что же из себя этот пылесос представляет. Называется он Jimmy GV71. Jimmy, соответственно, часть Xiaomi. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! У меня, знаете, сразу к вам такой вопрос. Вы вообще как часто пылесосите у себя дома? И что у вас за пылесос? Тот, который наверняка катается за вами со шлангом. Он, соответственно, на проводе. Провод этот периодически как-то запутывается. Я к тому, что когда у вас вещь не очень удобная, то вы, соответственно, ей пользуетесь реже. А когда у вас вещь удобная, то вы ей пользуетесь чаще. Ну, то есть, например, если вы на кухне просто что-то просыпали, вы берете этот пылесос, и уже через минуту вы все всосали и поставили его обратно. На один Jimmy GV71. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Во-первых, есть инструкция. Инструкция на русском языке. А так как этот пылесос это некий трансформер, то эта инструкция вам точно пригодится. Куда что надевать, как отсоединять, как пользоваться и так далее. Здесь все написано. Этот пылесос работает исключительно на аккумуляторах. То есть, к нему нет никакого провода. Мало того, док-станция, где он заряжается, находится на полу. И вы просто вставляете туда пылесос, и все. Если вы посмотрите на аналоги от компании, например, Dyson, то увидите, что там, во-первых, они очень-очень дорогие. Там очень часто крепление каким-то образом нужно приделывать к стене. Здесь этого нету. Это, соответственно, удобно. Вот как раз-таки эта щетка, которой теперь боятся все клещи. Наша палка-выручалка. Кстати, пылесос работает 45 минут от одного заряда. Заряжается порядка 5 часов. И есть еще специальный турбо-режим. В нем пылесос работает 8 минут. Эта щеточка у нас для потолка, а эта щеточка для дивана. Еще одна щеточка для узких мест, в машине, чтобы куда-нибудь залезть и так далее. Вот он, сам агрегат, 100 тысяч оборотов в минуту совершает этот двигатель. Еще раз скажу, что всасывание 400 ватт, объем вот этой колбы 0,5 литра. Нажали, сняли, вытащили, прочистили, промыли, засунули обратно. Пользуемся. Здесь тоже вот так можно открыть, высыпать содержание и погнали дальше. Вот как раз таки турбо-режим. Вот это у нас главный блок, он весит килограмм 150. Вообще вся конструкция не тяжелая, потому что сделана из магниевого сплава плюс пластик. А вот вторая часть нашей конструкции, это, соответственно, основная щетка, при помощи которой вы будете пылесосить, ну, весь свой пол. Опять же колба, раз, сняли, помыли, вставили обратно. Это у нас шланг, при помощи которого вы будете пылесосить свой потолок. Зарядная конструкция, адаптер. Теперь нам остается все это добро собрать воедино. Все. Ну, то есть сборка у меня заняла 15 секунд. Меньше, 10, наверное. Работает это устройство от аккумуляторной батареи. Их 6 штук, каждая по 2500 мАч. Всего 15000 мАч. Воздух, который всасывается, он очищается специальным фильтром и выходит уже чистый. Я могу ошибаться, но вроде как аллергикам, а с матиком эта вещь достаточно важна. Очевидно, что в таком варианте вы не сможете залезть под диван. Поэтому, чтобы залезть под диван, конструкция принимает другой вариант. А вот, соответственно, вариант уже для дивана. Также это вариант, чтобы легко можно было достать до потолка. Если в процессе уборки вы находитесь в центре зала, просто оставляете этот пылесос и он стоит. Знаете, чем еще хороши такие пылесосы? Тем, что можно детей легко попросить или заставить поубирать. И они в этом в целом поучаствуют. Главное, чтобы они не засосали ничего лишнего. После того, как мы с вами пропылесосили, отсоединяем щеточку, вытаскиваем все фильтры и идем, споласкиваем нашу колбу. Эту щетку, соответственно, тоже, как она запачкалась, вы ее вытаскиваете и идете, например, споласкиваете в воде. Потом обратно вставляете и все вновь у нас работает. Я думаю, что вы знаете, что когда происходит выбор техники, стоит посмотреть разные обзоры. Так что посмотрите другие видео с этим пылесосом. Там ребята по полу рассыпают и муку, и гречу, и все остальное, и все это удачно собирают. Я могу сказать так, что за 14 тысяч рублей иметь вот такой пылесос, мне кажется, что это прикольно. Понятное дело, что есть огромное количество пылесосов, которые стоят 2, 3, 4 тысячи, 5 тысяч. Но этими пылесосами, соответственно, не очень прикольно пользоваться. А это прям, знаете, такой подарок. То есть можно кому-то подарить, знакомому, товарищу, любимой, супруге, маме, еще кому-то. И я думаю, что все это оценят. В общем, у меня не стоит задача вам продать этот пылесос. Просто, если хотите, внизу будет ссылочка, переходите, изучайте и пользуйтесь. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Огромное спасибо за то, что посмотрели его. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вообще, в принципе, как вы думаете, обзоры техники, не знаю, там, зубных щеток, пылесосов, умных пылесосов, блютуз-чайник и так далее, это вообще нужно? То есть я понимаю, что много такого контента в канале про телефоны, а это все не нужно. Но может быть стоит создать отдельный канал, как раз где будут обзоры на различную домашнюю технику. Напишите, пожалуйста, об этом в комментарии, если это вдруг нужно. Я задумаюсь на этот вопрос. Ну а так, огромное спасибо за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь, ставьте лайк. Не забывайте о том, что здесь, на канале Честный Блог. Я стараюсь максимально честно рассказывать о гаджетах, которыми пользуюсь. Всем огромное спасибо и пока.